Доброе утро, уважаемые телезрители! 14 сентября 1932 года на Афоне было сильное землетрясение. Произошло оно во время вечерней службы, бдения, как говорим мы в церковной практике, накануне праздника Воздвижения. Я стоял на хорах близ исповедальни отца-наместника, и сам наместник был рядом. В исповедальни из-под толка упал кирпич и посыпалась штукатурка. «Сначала я немного испугался, но скоро успокоился и говорю наместнику, вот, милостивый Господь хочет, чтобы мы каялись. И смотрели мы на монахов, и внизу в храме, и на хорах, и мало кто испугался. Человек шесть приблизительно вышли из храма, а остальные оставались на месте. И бдение продолжалось своим порядком. И так тихо, как будто ничего не случилось. И думал я, как много благодати Святого Духа в монахах, что при столь сильном землетрясении, когда трепетал весь огромный корпус монастырский, сыпалась известка, качались паникодилы, лампады и подсвечники, на колокольне зазвонили колокола, ударил даже большой колокол от сильных сотрясений, а они остались покойны. И думал я, душа, познавшая Господа, ничего не боится, кроме греха, и особенно греха гордости. Так описывал чрезвычайное событие в свое время преподобный Силуан Афонский. В августе и сентябре нынешнего года у нас в Белоруссии происходит сильное общественное потрясение. Как же реагирует Церковь Христова на это? Так ли, как те монахи из Афонского монастыря? Господь хочет, чтобы мы каялись? Да, так же. Митрополит Павел прежде призвал к церковной молитве. Ныне владыка Вениамин усилил церковное прошение и обратился к каждому человеку с просьбой укрепить свою домашнюю молитву и принести личное покаяние во всем том, что когда-то содеял против Бога, не сужая понятий раскаяния в угоду желаниям сотрясаемых от благородной ярости людей. Таким образом, Православная Церковь первая сказала о необходимости перемен, когда призвала к таинству исповеди. Ведь покаяние – это перевод греческого слова метаноия, что означает перемену сознания в сторону Христа, духовное прозрение. Но почему-то многим людям такие перемены не нужны. Они настойчиво требуют, чтобы церковь давала оценку каждому выхлопу общественных событий и заставляла каяться только определенных лиц, как будто все другие не грешны. Видимо, поэтому Православную Церковь обвиняют в том, что она молчит. Молчит ли она? Сегодня мы все находимся в той фазе информационного противостояния, когда не высказать свое частное мнение является почти героическим поступком, поскольку любое сказанное слово интерпретируется так, чтобы разогреть людей на негатив. Православная Церковь предпочитает не говорить, а действовать. И действует она, пожалуй, более эффективно, чем кто иной. Она молится. Молится за единство нашего белорусского народа и призывает всемогущего Бога воцарить мир на нашей земле. Дать людям силы противостоять демоническим наветам, которые разжигают в них страсти и подстрекают к ненависти. Молитва сама по себе – не молчание. Тем самым и Церковь, когда молится, не молчит. Просто слова Церкви направлены к Спасителю, Творцу, Отцу Небесному. Но современное общество часто не нуждается в Боге и гордо не признает себя зависящим от Его воли. Поэтому молитва для них – это воззвание немого. Для них Церковь всегда будет молчаливой, что бы она ни говорила. Кроме того, Церковь проповедует Слово Божие. Церковный амвон – это не трибуна для личной правды, но для призыва к истине, которая есть Христос, а не наше убеждение. Общество же так и ждет, что и Церковь подчинится духу времени и начнет делить православных людей на своих и чужих. Не будет так. Именно соборность Церкви Христовой является пример любви и согласия, поскольку объединяет верой во Христа и Словом Божьим, а не высказывает личное мнение, прикрываясь изречениями из Евангелия. Если такое вдруг произойдет, Церковь превратится в партию и перестанет быть телом Христовым, богочеловеческим организмом. Возможно, этого и хотят некоторые. Возможно, эти некоторые хорошо знают, что если Церковь начнет делить общество на своих и чужих относительно мирских идеологий, то она сама подготовит почву для своего раскола и погубит единство, которое мудростью святых отцов сберегает веками. Сейчас много переживаний по поводу судеб тех или иных христианских священнослужителей. Самое страшное для лица, носящего духовный сан, это быть изверженным из сана и отлученным от Церкви. Все остальные перипетии жизни – это, наверное, воля Божия, которая совершается в соответствии с благим промыслом о человечестве, либо Бог, как любящий Отец, спасает многими скорбями душу от греха. Но мне думается, что вмешивать духовную паству и тем более другие конфессии в личную ответственность духовного лица или в его диалог с властью или ее оппонентами так же неверно, как впутывать детей в семейные ссоры. Ведь многие истинные христиане разных конфессий находятся сейчас в смятении и говорят, что им больно видеть происходящее. Нет, не только насилие, но и реакцию на события некоторых духовных лиц и верующих. Их можно понять, поскольку в вере и церкви они всегда искали то, что отрывало их от земли и вело к Богу. Они желали духовного делания. Они не нуждались в парк-порке своих убеждений. Истинные верующие всегда готовы меняться, но в направлении к святости, а не совершенствовать навыки жизни в абсурде. Когда рабочие христианские группы будут сами решать вопросы нравственности с учетом мнений большинства и обязательно всех меньшинств. А церковь станет маргинальной, потому что молчит. Душу исцелять, сердце очищать, ум усмирять. Только к этому призывала и будет всегда призывать церковь. Ее мудрость собирали личным духовным опытом святые отцы и подвижники на протяжении тысячелетий. Святоотеческое предание и Слово Божие – это обоюдоострый меч Церкви на все времена и прошлое, и настоящее, и будущее. Ведь Слово Божие пребывает в вечности и призывает каждого из нас в Царство Божие. Многие думали, увлекаясь современным ритмом и навязанной общественной повесткой жизни, что Церковь обязана брать на себя социальные проекты, определенные миссии, быть совестью и глазом народа. Отчасти это верно, но наше время убедило, что Церковь должна прежде всего молиться. Ведь только Бог, склоняющийся к молитве праведников, может противиться масштабному наступлению зла. Никакой общественный институт или система власти, никакая, особенно искусственная, нравственная парадигма сегодня не в состоянии защитить человека от зла, потому что разрушительные силы действуют лукаво, рядясь в добро. Поддаваясь им, люди сами, порой неосознанно, под лозунгами свободы и мира, любви и добра, губят свою душу, свое отечество, и раскалывают Церковь, отрекаясь от истинного Бога и заменяя его идолами чуждых ценностей. Сейчас настал момент истины, и каждый священнослужитель, и каждый простой человек обнажает свою сущность. Поэтому прежде всего взглянем на себя, вглядимся в свой внутренний мир и последуем молчаливому голосу Церкви. Будем помнить, что душа, познавшая Господа, ничего не боится, кроме греха и особенно греха гордости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok